Олег Алексеевич, добрый день. Март позади. Давайте попробуем подвести итоги. 12 марта вы проводили прямую линию в соцсетях, которая вызвала огромный интерес у жителей нашей республики. Более 2000 вопросов было задано, и онлайн-просмотров было тысячи и тысячи. Какие бы основные темы вы выделили и особо обратили бы на них внимание по итогам этой горячей линии? Да, на самом деле, вот такие прямые линии и вообще работа в соцсетях – это очень важная составляющая публичного человека, тем более руководителя в условиях современного мира. Поэтому я думаю, что вот такая прямая линия, она тоже очень важная составляющая этой работы именно в среде соцсетей. Ну и если перейти к темам, они на самом деле не сильно неожиданные. Это ровно те темы, которые в целом находятся в повестке дня, в повседневной работе, которую осуществляешь. Но здесь очень важная составляющая всего этого заключается в том, что эти проблемы обозначаются конкретными людьми из конкретных мест, и очевидно, что каждое обращение – это отдельная история. И очевидно, что люди выстрадали это обращение, и многие обращаются к руководителю региона уже от безысходности. И поэтому вот помимо самих тем, для меня очень важно, откуда эти проблемы идут, где они группируются, и как соотносятся поступающие вопросы с теми данными, которые у меня есть постоянно по состоянию делать в том или ином муниципалитете. И это как раз говорит о том, что насколько руководители муниципальных образований и люди, которые работают там с людьми, настолько они вовлечены в процесс решения тех или иных повседневных задач. А темы они те же самые. Это дороги, это жилищно-коммунальные услуги, это качество различных, причем качество именно самого сервиса, предоставления различных услуг, которые повседневно люди получают от социальных служб, от системы здравоохранения, от системы образования. И поэтому здесь, получая эти сигналы, конечно же, лично я всегда смотрю на эти проблемы, через призму проблем функционирования целой системы власти, как на региональном уровне, так и на муниципальном уровне. И в целом, затем, это для меня некий инструментарий переналадки или перенастройки системы управления в целом республикой. Поэтому вот такие формы общения с населением, они, конечно же, и дальше будут проводиться. И главная цель у них – это получение информации в режиме онлайн и сопоставление этой информации с теми данными и докладами должностных лиц, которые осуществляют свою деятельность на разных уровнях. Ну и, конечно же, желание помочь конкретным людям в той жизненной ситуации, в которой они оказались. 18 марта вы выступали перед госсоветом с итогами деятельности Кабинета министров Чувашии за 2020 год. Год на самом деле был непростым, но уже по многим направлениям был заложен фундамент в будущее. Вот какие вы ожидаете увидеть результаты уже в этом году от тех задач, которые были заложены и начаты в 2020 году? Ну, прежде всего, конечно же, это появление новых предприятий, которые будут осуществлять свою деятельность на территории Чувашской республики. Почему с этого начинаю? Потому что это основной фундамент изменения условий жизни на территории республики. Это новые рабочие места, это дополнительные доходы в бюджеты разных уровней, дополнительные возможности решения социальных задач. Поэтому вопросы, которые направлены, или наша деятельность, которая была направлена в прошлом году на формирование благоприятной предпринимательской среды, поддержку предпринимательской инициативы, я убежден, уже в этом году будут давать эффект. Мне доложили, что мы уже достаточно многократно даже выполнили те плановые показатели, которые были намечены по развитию предпринимательства и созданию рабочих мест. Конечно же, это радостно, но это еще говорит о том, что изначально эти планы были очень занижены относительно тех возможных показателей, которых мы могли достичь. Поэтому, конечно же, здесь наша задача не перевыполнять планы, а достигать главного, чтобы люди были удовлетворены своей жизнью с той ситуацией или с той средой, в которой они проживают. Поэтому я убежден, что в этом году, переходя к среде, в этом году серьезно будут ощутимы и изменения в среде обитания людей. Это дополнительные благоустроенные дворы, это дополнительные километры дорог, как в городской, так и в сельской местности. Это дополнительно отремонтированные школы, мы на это выделили дополнительно 1 миллиард 300 миллионов рублей. Детские сады на это выделили 800 миллионов рублей. Ну и, конечно же, это большая работа по водоснабжению и водоотведению. Мы уже практически выработали подходы, решения в этой сфере. И вот эти все показатели или направления, о которых я сейчас сказал, только главные составляющие, которые формируют среду обитания, комфортное проживание каждого человека, независимо в городе или в сельской местности. И вот по всем этим направлениям уже в этом году будут ощутимые изменения. Но, конечно же, сразу надо говорить, это произойдет не везде, потому что охватить все сразу невозможно. Но в этом направлении мы будем двигаться постоянно. И я убежден, что из года в год темп движения будет только ускоряться. Вот после вашей мартовской встречи с гендиректором Дома РФ Виталия Мутко стало известно, что госкорпорация собирается протестировать в Чувашии механизм инфраструктурных облигаций. Виталий Леонтьевич заявил, что готов уже начать эту программу с апреля месяца текущего года. Что такое инфраструктурные облигации и как они помогут в деле строительства жилья в Чувашии? Да, это очень хороший и современный инструментарий, который запускается в этом году в Российской Федерации. И ввиду его новизны, конечно же, очень важно его апробировать на территории отдельных субъектов Российской Федерации. Прежде всего, это важно институтам развития, таким как Дом РФ, ну и, конечно же, правительству Российской Федерации. И в этой связи мы выразили свою готовность поучаствовать в этом проекте, потому что инфраструктурные облигации – это серьезная помощь для того, чтобы, прежде всего, ускорить процесс строительства, прежде всего, комплексного строительства жилых кварталов. Ведь всегда для того, чтобы строить новые дома и объекты социальной и культурной сферы в этих жилых кварталах, нужны объекты инфраструктуры. Это дорога, это водоснабжение, это электричество, это газ и иные составляющие, которые нужен, чтобы тот или иной дом функционировал надежно. И вот ровно на решение этих проблем на сегодняшний день та организация, которая застраивает комплексно тот или иной земельный участок, может выпустить инфраструктурные облигации, которые обеспечиваются за счет федеральных институтов развития. Это дешевые, длинные финансовые ресурсы, как их принято называть. Таким образом, как взять долг, эта компания получает возможность очень быстро построить, потому что будут финансовые ресурсы, быстро построить объекты инфраструктуры, а дальше уже сосредотачиваться на строительстве жилых объектов и объектов социальной и культурной сферы на той территории, в которой застраивается комплекс. Облигации выдаются под гарантии региона, то есть Чувашской республики. Поэтому регион таким образом выражает свою заинтересованность в развитии этой территории и готовность участия в развитии социальной и культурной сферы в том числе. И вот такой инструментарий таким образом позволяет как раз строительным компаниям находить источники для того, чтобы ускорить процесс застройки таких жилых кварталов. Ну вот, допустим, новый город у нас сейчас застраивается, микрорайон-университет. Есть другие территории, которые на сегодняшний день сформированы, но развиваются достаточно медленно. Вернее, там жилые дома строятся быстрее, чем объекты инфраструктуры или объекты социальной сферы. И вот задача этих инструментов как раз сократить этот разрыв или даже сравнять процесс развития инфраструктур и строительства жилья с тем, чтобы люди, получая квартиры, жилье в этих микрорайонах уже чувствовали себя комфортно. Жители Чуваша отлично помнят, когда вы, будучи депутатом Госдумы, вместе с Анатолием Аксаковым искали пути решения вопроса со вкладчиками Чувашка Детпромбанка. И более того, известно, что по итогам этой работы вы внесли в Госдуму закон, помогающий бизнесу и некоммерческим организациям получать выплаты через агентство страхования вкладов. 26 марта была отозвана лицензия еще одного регионального банка «Мегаполис». Какие уроки, на ваш взгляд, извлекли органы власти Чуваши и случая с Чувашкредитпромбанком, и как они помогли в решении вопроса со вкладчиками «Мегаполиса»? Да, органы государственной власти, конечно же, уже очень в малой степени влияют на деятельность кредитных организаций. Даже территориальное управление Центрального банка Российской Федерации, Национальный банк Чувашии, уже очень мало влияет, прежде всего, в области надзора, потому что эти функции на сегодняшний день централизованы Центральным банком и осуществляются с уровня Центрального банка Российской Федерации. Но наша задача, чтобы все субъекты хозяйственной деятельности, будь то банки, будь то заводы, будь то иные организации, функционировали на территории Чувашской Республики надежно, и если вдруг случаются какие-то проблемы, чтобы люди от этого либо не пострадали, либо эти, скажем так, неудобства и ущербы был возмещен в кратчайшие сроки, с тем, чтобы люди дальше могли уже планировать свою жизнедеятельность. Поэтому, когда мы речь ведем о банках, прежде всего, в случае с Чувашской Республикой банком, мы с Анатолием Геннадьевичем прилагали все усилия, чтобы вкладчики Чувашской Республики банка, которые не попадали на тот период в ситуацию возмещения по страховым выплатам, чтобы вошли в этот перечень. Это прежде всего управляющая компания, садовые товарищества, иные некоммерческие организации, которые так или иначе собирают народные средства для решения общих вопросов. И, к сожалению, нам тогда не удалось, то есть закон был принят, но не удалось распространить его на случаи, которые совершились ранее, принятие этого закона. Хотя первоначально был такой шанс, и в целом и Центральные банки, и отдельные организации поддерживали возможное решение проблемы таким образом. Но в случае с Банком Мегаполис уже все эти организации входят в состав получателей страховой выплаты в размере 1,4 миллиона рублей. И вот мы уже видим, что 98% вкладчиков свои денежные средства получат буквально в ближайшую неделю, и, конечно же, они дальше смогут распоряжаться своими деньгами по их усмотрению и назначению. Сложнее с теми предприятиями, у которых деньги были на расчетном счету, и они не попадают в страховой перечень. И здесь самая главная задача, чтобы процедуры, которые требуются привести в рамках арбитражного производства, были проведены в кратчайшие сроки, собраны все возможные средства, в том числе через реализацию имущества, и они были доведены до кредиторов, которые будут ранжированы по очередям. Если в случае с Кредитрумбанком этот процесс у нас сейчас идет, в принципе, достаточно слаженно, но затянулся прежде всего из-за ситуации с новой коронавирусной инфекцией, потому что мы не смогли в начале нескольких месяцев привести собрание кредиторов, сформировать комитет кредиторов, которые должны принимать решения и регулировать процесс ликвидации предприятия, то в данном случае, когда мы говорим о Чешской Кредитрумбанке, это конкурсное производство, то в ситуации с мегаполисом пока этот процесс только начинается, нам, в принципе, ничего не мешает это сделать быстро, и есть пока еще шансы, что даже банк может быть ликвидирован, а не реализовано конкурсное производство. Если пойдет процесс ликвидации, то это очень быстрый процесс получения денег, потому что это говорит о том, что в целом активов предприятия хватает для того, чтобы удовлетворить требования всех кредиторов, возмещить все требования, которые имеет кредитная организация на данный момент, и в целом денег и имущества хватает для реализации и иных процедур, которые предусмотрены в рамках ликвидации. Поэтому мы сейчас внимательно участвуем в этом процессе, следим и взаимодействуем с временной администрацией, и будем прилагать все усилия, в том числе взаимодействие с собственниками банка, с тем, чтобы и собственники способствовали тому, чтобы вот этот процесс ликвидации банка, именно на этом хотелось бы сакцентировать внимание, был максимально коротким. В ноябре 2020 года был поднят вопрос о передаче теплосети Чебоксара и Новочебоксарска в концессию Т-плюс. И в марте этого года уже вопрос перешел в практическую плоскость, была разработана дорожная карта возможного перехода. Как вы думаете, как концессия коснется жителей Чувашии, и есть ли подводные камни у этого направления? Ну, концессия на сегодняшний день очень эффективный инструментарий для быстрого решения многих наболевших вопросов, ну, в том числе в области теплоснабжения. И причем эти проблемы, как в области теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и других вопросов, причем вопросы в жизненное обеспечение населения Чувашской республики, имеются практически во всех муниципальных образованиях. Возвращаясь к случаю с городом Чебоксара и Новочебоксарском, мы имеем на сегодняшний день такую картину. В городе Чебоксары есть ТЭЦ-2, которые генерируют тепло и обеспечивают теплом 60% города Чебоксары. И есть теплосеть, которые имеют более 40 объектов генерации, это малые котельные, и обеспечивают 40% населения города Чебоксары теплоснабжением. И разница в цене между получателями тепла от ТЭЦ-2 и теплосетей уже сегодня примерно 15%. То есть 1600 у ТЭЦ, 1800 у теплосети. Таким образом, передавая эти объекты в концессию, мы что можем сделать? Мы, во-первых, модернизируем полностью эти котельные, которые на сегодняшний день устарели и не могут эффективно работать и обеспечивать выработку тепла по современным стандартам и за меньшую цену. Второе. Будут модернизированы и устранены все утечки тепла по пути доставки его потребителей. Будут заморожены цены на тепло для этих 40%, которые на сегодняшний день платят выше цену, чем уже действующая и устанавливаемая новая цена. Цена за тепло будет расти не больше, чем ставка инфляции. Мы, с одной стороны, решаем вопросы надежного, качественного теплоснабжения в городе Чебоксаре в данном случае. Если по городу Новочебоксарскую перейти, там ТЭЦ-3. И ТЭЦ-3 обеспечивают весь город Новочебоксар с теплом. Но при этом потери тепла составляют колоссальные, потому что износ сетей 80%. Очевидно, тоже соответствующие проблемы по тому, что мы, получается, топим улицу. Через консессию получаем те же самые факторы. Но решая, в частности, если все это случится по городу Чебоксары, мы, правительство Чебоксарской республики, получаем великолепные возможности направить наши усилия для решения вопроса в городе Шумель, в городе АллатРь, в городе Козловка, в городе Марпасад, в районных центрах Чебоксарской республики, где ситуация не лучшим образом обстоит. Поэтому я думаю, что если это произойдет, это будет очень полезная и нужная мера, прежде всего, для того, чтобы решить те наболевшие и накопившиеся вопросы в области теплооснабжения этих двух городов, городов Чебоксары и Новочебоксарска. А самое главное, даст возможность далее более смело планировать развитие модернизации теплооснабжения в других населенных пунктах Чебоксарской республики. Спасибо большое, Олег Алексеевич, за столь обстоятельные ответы. Всего доброго. Спасибо.